Новый сезон не за горами. Теперь у нас все будет по-новому. Итак, устраиваем мозговой штурм. Предлагайте свои идеи. Я записываю. Ага, мы придумаем. А заведется вот эти, лица канала. Нет уж, пусть сами креативят. Мы люди маленькие, подневольные. Что скажут, то и сделаем. Так, понятно. А если я вам скажу, что каждый, кто выступит с инициативой создать новую программу, будет ее ведущим? Топ-топ-топ-топ-топ! Ой, у меня есть одна идея. Мы сделаем это просто сезонно. Топ-топ-топ. Соня! Слушай, у нас есть такая рубрика со спросом. Давай заменим на что-нибудь? Да, на что-нибудь интеллектуальное, развивающее. Хорошая идея, но пока недоработанная. Заводите-ка мне позже. Я вам все хорошо. Давайте, до свидания. Ну кто меня за язык тянул? Для одних одна золотая, для других пасмурная и тоскливая. Интересно, с чем ассоциируется осень и краснодарцы? Ну, у меня осень ассоциируется, наверное, с дождями, с листвой. С пледом, с кофе. С теплым дождем, с замечательной погодой, группой ДДТ. Листопадом и началом учебного года. Так как учебу многие не любят, в основном в моем возрасте, так что осень не самое любимое время года. А я люблю осень. Особенно мне нравится, как под ногами хрустят листья. Арина Заикина. Специально для «Всё по-взрослому». Ребята, а вы не видели Соню? Нет. Странно. Куда намного пропуститься? О, а вы кто? Я вас в гриме не узнал. Гюль, читай. А? Покажи своё личико. Гюль, читай. Соня. Откуда эти фразы? Какие фразы? Ну, вот это про грим и гюль, читай. Ну, наверное, из каких-то советских фильмов. Так вот, когда узнаешь из каких, подойдёшь ко мне и скажешь, иди отсюда. Да, да, это Соня. Соня! Героя этого сюжета Соню в школе называют Робин Гудом. Нет, она не забирает деньги у богатых и не отдаёт их бедным. Просто она метко стреляет из лука. Соня не расстаётся с луком и стрелами уже год. За это время она научилась уверенно держать оружие в руках и верно задавать вектор полёта. Удар и стрела достигает мишени. Искусство стрельбы из лука зародилось в далёком прошлом, ещё до нашей эры. Исторически этот вид стрельбы использовался для охоты и боевых действий. С 15 века необходимость в луке, как в оружии, отпала. И стрельба стала одним из видов спорта. Стрельба из лука – это спорт. А любой спорт, как известно, травмоопасный. Первым делом Соня провела для меня инструктаж по мерам безопасности. А вот расскажи мне, пожалуйста, про вот эту вот какую-то недоперчатку. Даже не знаю. Она одевается на руку, которой ты будешь тянуть тетиву. Вот на это давай одевай. Так. Очень. Да, на эти три пальца, чтобы именно держать тетиву, потому что мы держим вот её вот так вот, для того, чтобы не натирать мозоли. Соня стреляет из классического лука. Его ещё называют олимпийским. Именно такой инструмент используют спортсмены на олимпийских играх. Луки делятся на традиционные, классические и блочные. А расскажи мне, пожалуйста, из чего состоит лук. Вот это, если честно, похоже на такую немного кривоватую лыжню. Нет, это плечи. Вот они идут с двух сторон. Рукоять, тетива. И сюда вставляется прицел, чтобы было легче целиться. Получается прицел где-то на уровне класса. То есть так высоко надо его держать? Да. Подбирая лук, необходимо учитывать свои физические возможности. Само по себе спортивное снаряжение весит немного, но сила, необходимая для натяжения тетивы, достигает аж 40 килограммов. Для новичка достаточно лука с силой 20-24 килограмма. Со стрелами тоже нужно быть аккуратными. Хоть наконечник и затуплен, но при скорости полёта 60 метров в секунду она несёт нешуточную опасность. Смотри, Маша, надо взять лук вот так. Пробовать? Пробовать так. Вот сюда кладём стрелу. Натягиваем. И выстрел. Как-то это сложновато для меня. Ну кто сказал, что я боюсь сложностей? Тем более, когда со мной рядом опытный помощник. Так, надо собраться. Три пальца, да? Да. Выгибаем. Только дотягивай до щеки. Вот так. Да. И просто отпускать пальцы или... Отпускай. О, ну хотя бы не мимо. Видимо, моё попадание в цель – чистая случайность. Следующие самостоятельные попытки были не такими успешными. Это мой последний шанс. Так, отпусти. Туда нельзя. Это ещё почему? Там студия готовится для записи новостей. Ждём только ведущего. Это я сегодня новости веду. Тогда проходите. И никого больше не пускай. Как скажете. Пусти нас. Туда нельзя. Там новости. Ведущий уже зашёл. Здравствуйте. В эфире новости. В студии София Солименко. Сегодня в выпуске. Станция Юнатов. От зоопарка до Дендрария. Артсена Краснодара. Настоящий живой уголок расположился в центре Краснодара. Редкие растения изучал наш корреспондент. В школе мне задали задание. Узнать, кто такой юный натуралист. Поэтому я здесь. В центре города, возле Чистяковской рощи, есть удивительный живой уголок. Станция Юнатов. В окружении природы совсем забываешь про городской шум и будничную суету. Я хочу себе домой такого зайка. Посмотрите, какие они миленькие. Сейчас я буду их кормить. В зоопарке домашние птицы соседствуют с экзотическими попугаями. А дикие хищные животные с прирученным осликом Алисой, любимицей посетителей. Плохой нашли. Кто тебя обидел? Скажи, я их поругаю. Кажется, черепахи были рады видеть меня так же, как и я их. Во всяком случае, от меня они не убегали. Это просто невероятно. Они такие красивые, такие необычные, такие медленные. Панцири у них крепкие. На территории эколога и биологического центра есть растения, которых нигде больше не увидеть. Реликтовые деревья, которые пережили ледниковый период. Растения, занесенные в Красную книгу. И просто те, которые привлекают внимание своим необычным видом. Если ты посмотришь внимательно на ствол этого дерева, что мы видим? Вот смотри, я тебе показываю, если тебя не видно. Как будто глаз. Глаз. Это называется дерево глазастое осина. Слушать рассказы о природе никогда не надоест. И я старалась ничего не упускать. Сейчас ты видишь хлопковые коробки. Это растение, которое теплолюбивое. Оно растет в теплых странах. В основном это страны Средней Авии. Вот. Здесь очень жарко. Арина, проходи дальше. Вот это дерево знаешь? Нет. Не знаешь. Это гранат. Ела когда-нибудь гранат? Да. Очень полезный, сладкий, вкусный фрукт. Я узнала, кто такой юный натуралист. А еще поняла, что быть им совсем не сложно. Достаточно любить природу и быть любознательным. В Краснодаре стало на один парк больше. Но это не просто аттракционный или сквер, а граффити-парк. Подробнее в сюжете. Не всегда рисовать на заборе это плохо. Уличные художники с всего юга России съехали сюда, в Краснодар, чтобы разрыцовать эту стену. В Краснодаре появился первый граффити-парк. Творческое пространство для тех, кто любит рисовать. Но не гуашей и цветными карандашами, а краской из баллончиков. Почему ты занялся искусством граффити? Я не знаю, как это произошло. Думаю, совершенно случайно. Еще с третьего класса на уроках литературы и русского языка я сидел и просто рисовал. Более 30 уличных художников со всего юга России стали участниками фестиваля граффити. Это те ребята, которые успели разрисовать уже не одну стену, и чьи работы получили высокую оценку у организаторов мероприятия. Граффитисты, которые не прошли отбор, но пришли со своей краской в парк, тоже присоединились к созданию арт-полотна. Мы сделали достаточно интересный подход, то есть была единая панорама. С теплого по гамме переходили в холодные цвета градиентом, не спеша так. И вот каждый человек выбирал, собственно, гамму, тянул номерочек, и согласно этому номеру у него располагалось место и цветовая гамма. У нас получилось, в итоге должна получиться едимая, интересная панорама, плавно переходящие цвета из один в другой. Мифические существа, урбанистические мотивы, абстракция, тема эскизов, свободы. Художники рисовали в своем стиле и по своим индивидуальным эскизам. Сначала все придумывается в голове. Ты сначала что-то задумал, у тебя есть какая-то идея. Потом ты эту идею начинаешь карандашом переносить на бумагу. Постепенно формируешь рисунок, пробуешь одно с другим, совмещаешь. И в итоге, что получилось, у тебя итоговый эскиз, ты переносишь на стену. Арт-стена обещает стать первым, но не последним объектом в городе, на котором уличные художники могут оставить свой след. Проводить уличным художником может каждый. Для этого в парке есть специально отведенное место. Я еще сюда вернусь, но только уже со своим баллончиком. Всем привет, студия Диана Мисропян. Сегодня я вам расскажу о необычных соревнованиях. Настоящие испытания устраивают на Амазонке. Это не просто спуск, это гонки на самой опасной реке в мире, которая кишит аллигаторами и пираниями. Сильное течение постоянно держит участников в напряжении, ведь одно неверное движение может перевернуть лодку. Самое интересное, что лодки должны быть сделаны участниками самостоятельно. Еще одно не менее опасное соревнование – это марафон на лошадях в Монголии. Наверное, это самые сложные конные соревнования на планете, ведь лошади с наездником необходимо преодолеть тысячи километров по бескрайним просторам монгольских степей, чтобы достичь финиша. Нередки на этих соревнованиях и потерянные гонщики. На этом у меня все. Пока! А на этом все на сегодня. До новых встреч в новом формате! Соня, у меня тут не возникло. Давай снимем программу про жизнь операторов. У меня есть, если к рубрике есть, и ты туда же. А я что, рыжий что ли? Я тоже программу вести хочу.